Здравствуйте, дорогие друзья и наше наглядное пособие. Сегодня я буду вам рассказывать про строение челюсти. Несколько лайфхаков о том, как я давал лекарства своим животным. Для начала небольшой обзор. Когда котенок рождается, в возрасте 3-4 недель у него появляется 26 острых зубов. Это молочные зубы, так же, как и у нас с вами. В 5-6 месяцев они сменяются уже коренными зубами, и эти самые постоянные коренные зубы уже остаются с кошкой на всю оставшуюся жизнь. Из чего же, собственно говоря, состоит у нас с вами кошачья челюсть. Наглядное пособие. Спокойно. Мне нужен ты. Мы с вами видим резцы, далее клыки, или по-другому их называют хищные зубы, далее после них идут вот эти вот зубы, которые называются премоляры и, собственно говоря, коренные зубы. Значит, что мы с вами имеем? Мы с вами имеем 12 резцов, 4 клыка, 10 премоляров и 4 коренных зуба или моляра. У кошки на верхней челюсти 16 зубов, на нижней 14. То есть, один из зубов, тот, который находится на верхней челюсти, это вот этот самый премоляр, который у нас в мессе очень тяжело растет, не имеет ответной части. То есть, вы видите, что вот здесь ничего нет. Ну, и, конечно же, всегда существует исключение, то есть, строение челюсти идентично для всех кошачьих, за исключением моих любимых гепардов. У гепардов по 14 зубов и сверху, и снизу, то есть, следующего за клыком премоляра, который вот у нас в мессе недоразвитый, у них его нет. И именно вот этой самой особенностью челюсти кошачьей мы с вами будем пользоваться для того, чтобы правильно открывать челюсть. То есть, снизу мы с вами видим после клыка отсутствие зуба. Для того, чтобы правильно открыть челюсть, мы с вами берем, но не забывайте, пожалуйста, убрать губы, потому что если вы губы не уберете, животному будет некомфортно. Убрать губы и вот так откроем челюсть. Вот так. Спасибо большое наше наглядное пособие, ты очень здорово помогаешь. Правильным прикусом у кошек является не так, как у нас. Правильный прикус у кошек не такой, как у нас. Правильный прикус у кошек клещеобразный, как это говорится, или прямой. То есть, когда зубы смыкаются. Зайка, пожалуйста, помоги нам немножечко. Зубы смыкаются. Но есть несколько отклонений. Отклонение заключается в том, что если резцы не сходятся более чем на 2 мм, это является отклонением от нормы. Следующим отклонением от нормы является, когда нижняя челюсть выходит за переднюю. Это называется щучья пасть или недокус. Если же прикус, так как у нас, когда у нас нижняя челюсть заходит за верхнюю, это называется перекус или зубатка. В процессе эволюции у кошек маляры практически исчезли. То есть, их осталось по паре с каждой стороны. То есть, пара слева и пара справа. За ними у нас находится пустая полость. И это нам очень с вами понадобится, когда мы будем давать таблетки. То есть, за этими зубами есть отверстие, которым мы с вами воспользуемся для того, чтобы давать суспензию кошке или, например, запить таблетку. Лежи, лежи, пожалуйста, малыш, потому что сейчас мы будем с тобой делать вообще экзекуции. У нас очень удачно совпало, потому что через неделю мы едем с котами на прививке. И нам сейчас нужно проглистогониться. Как же мы будем давать лекарства, собственно говоря, животным? Прежде всего, прежде чем давать лекарства животному, вы должны поинтересоваться у ветеринара, можно ли смешать таблетку с едой. Можно ли ее растворить в воде или растереть в порошок? Если да, вам несказанно повезло. То есть, тут простор для творчества достаточно огромный. Если нет, то тут немножечко это будет с боями, но, опять же, безвыходных ситуаций не бывает, тем более, когда это сделать нужно. Ну, первый способ, самый, пожалуй, простой, это когда вам можно растереть таблетку в порошок. Я думаю, каждый знает, как это сделать, но на всякий случай показываю. Укладываем таблетку между двумя ложками, надавливаем. В результате мы с вами имеем порошок. Растираем его, если мы с вами разговариваем про воду, с водой, немного воды, прям немного, буквально каплю, и превращаем это в кашицу. Что же сделать с тем, что у вас получилось? С этой самой кашицы. Первый вариант. Можно дать это как суспензию. Сейчас я вам это покажу, как это происходит. Для этого можно сделать одно небольшое приспособление. Мы с вами берем обычный шприц. Иголка нам с вами не нужна. И берем силиконовую трубочку. Такие трубочки можно купить как в зоомагазине. Это трубочка для аквариумов, которая подает воду, которая подает, собственно говоря, воздух. Либо это можно взять от капельницы в любой аптеке, то есть от системы. Одеваем ее на носик. Трубочка мягкая. Собираем эту жидкость. Так как нам эта таблетка конкретно не нужна, я делаю ее для вас. Я вам не буду показывать. То есть собираем эту жидкость с вами. Далее переходим к коту. Берем кота. Отодвигаем щеку. И просовываем эту трубочку за последним маляром. У нас с вами получается, что она находится как раз на корне языка. После того, как вы ввели животному медикаменты туда, то есть эту кашицу, поднимаем голову, поднимаем голову и поглаживаем по шее. В одном направлении. То есть стимулируем глотательный рефлекс. Животное глотает. Трубочка мягкая. Не бойтесь. То есть вы ничего не повредите. Вариант второй. С этой же самой кашицей. Ой, ты ботинки мои. Да, да, да. Конечно, в лежачем состоянии, в таком, как я это делал, делать это не нужно. Нужно делать это именно в таком состоянии, чтобы животное находилось вертикально, а не горизонтально. Второй вариант. Если у вас никак не получается, и животное, откровенно говоря, вступает с вами в бой, и ни при каких условиях не хочет вас допускать до своей пасти, мы с вами пользуемся другим способом. Есть способ замечательный. Берем кошачью лапу. Нас интересует с вами, машу поближе, вот эта шерсть между пальцами. Именно вот здесь между пальцами. Именно туда мы с вами по чуть-чуть, не спешим, наносим горькое какое угодно лекарство и даем кошке его вылезти. С лапой кошка слижет все, что угодно. Любую ужасную гадость. Ну и способ третий. Способ еще более долгий. Это мы, если, опять же, можно лекарство смешивать с едой, мы растворяем с вами получившийся порошок в сметане. Берем кисточку, да-да-да-да, и вот сюда, ребята, только сюда, выше не нужно. Вот что мы с вами, что происходит. Не спешим, много не накладываем. То есть нас интересует только нижняя часть носа, спокойно, вот. Верхнюю часть. Твое-твое будет обязательно, ты наш самый лучший. Вот эту часть носа, вот эту вот часть, верхнюю, мы не используем. Сюда язык может не достать, а нам нужно, чтобы лекарство прошло все. Иначе придется компенсировать количество лекарства за счет потери. Чего мы с вами сделать не можем, так как не можем вычислить точное количество, сколько у нас его проникло. Далее, собственно говоря, если это, опять же, можно смешивать с едой, что мы можем с вами делать? Мы берем любимое лакомство кошки. Очень часто я знаю, что кошкам нравится курица. Отрезаем один порционный кусочек. Один порционный кусочек, это кусочек такой, как это сказать, на один укус. То, что кошка у вас берет обычно. Кошки не собаки. Они не разжевывают тщательно пищу. Поэтому, ну, я, конечно же, это делаю по мессе. Это вот приблизительно кусочек, которым проглатывают за один раз. Соответственно, дальше надрез в мясе. И туда прячем таблеточку. Это как раз таблеточка от гельмитов. Месси. Главное, не давайте жевать. Придерживайте немножко челюсть, чтобы животное проглотило. Вот как сейчас я это сделал. Для того, если вдруг лекарство нельзя давать с кормом, для этого рекомендую приобрести, ну, можно, конечно, обойтись и без этого, но приобрести вот такую таблетку давать. Вот такая штука нехитрая. Стоит достаточно адекватных денег. У нас в пенинских магазинах это около 100 рублей. То есть, берем с вами таблеточку. Здесь есть фиксатор. Ее туда просовываем. Для чего это делается? Когда вы даете лекарства одни, наша задача, чтобы таблетка попала как можно глубже на корень языка. Самое главное в этой ситуации, когда вы это делаете, не торопиться и подготовиться. Не торопиться, но и не суетиться. То есть, если вы будете нервничать, животное тоже это почувствует и тоже начнет нервничать и начнет, собственно говоря, отбиваться, то есть, входить в режим защиты. Понятно, что после того, как животное приняло таблетку, оно может приликнуть к глотке и запивать таблетку оно не будет. Поэтому тут мы опять же с вами берем шприц, берем немного воды. Много нам не надо. Прям чуть-чуть воды. И опять же пользуемся тем, что у них атрофировались маляры. То есть, той же самой пазухой будем пользоваться для того, чтобы дать водичку. После того, как мы дадим таблетку, кошка захлопнет пасть, мы ее закроем, поднимаем голову, то есть, гладим по шее, по направлению к животу и даем прям пару капель. Нам самое важное, чтобы таблетка попала в желудок. То есть, чтобы она прошла, чтобы животное проглотило. Так, наглядные пособия номер два. Мы идем к вам. Кирочка, ты мне нужна, зайка? Кирюшка. Закрываем пасть. Гладим. Хитрое животное может попытаться спрятаться это за щеку. И вот тогда мы с вами чуть-чуть водички, чуть-чуть. Вот, вот молодец, умничка. Все хорошо, умница. Все, иди отдыхай. Все, ты даже не поняла, что произошло? Залезай, моя хорошая. Я тебе сейчас укрою. Что это было, да? Очень важно подбирать именно состояние животного на данный момент. То есть, животное должно быть спокойно, животное должно быть расслаблено. Чтобы вот произошло в какой-то ситуации, что это было, непонятно. Что делать, если нам нужно дать животному порошок? То есть, есть такая достаточно известная и недорогая витаминно-минеральная добавка животным. Это фит и кальцевит. Это порошок. Ну, это, собственно говоря, касается не только его, это, в принципе, любого порошка. Для этого предлагаю сделать следующее приспособление. Нам с вами потребуется шприц. От которого мы с вами отрезаем носик. У нас с вами получилась вот такая штука. Но есть проблема. Поршень выскальзывает. Чтобы поршень не выскальзывал, мы с вами воспользуемся зажигалкой. И слегка приплавим конец. Чтобы получилась кромочка. И вот, теперь поршень больше не выскальзывает у нас с вами. Для начала мы с вами что делаем? То есть, берем, отмеряем необходимое количество. То есть, чайная ложка, например. Берем чайную ложку, отмеряем ее. Ее утрамбовываем шприц и смотрим, сколько это будет. Дальше, собственно говоря, способ набора достаточно простой. Лекарство. Выглядит это так. Открываем шприц на необходимую нам длину. Ну, вот здесь у нас будет по максимуму, соответственно. И просто делаем так. Он у нас с вами полный, набитый. Опять же, этот же краешек хорошо удерживает порошок от того, чтобы он не высыпался. Далее, все по проверенной схеме. Опять же, кусочек мяса. Один порционный кусок. Мы его с вами очередной раз надрезаем. Вставляем туда шприц. И выдавливаем содержимое. Поршень на месте. Порошок внутри. Мясечка. Вкусняшка. И помните, не даем жевать. Вот молодец, умница. Хорошо. Способ самый радикальный и мстительный, самый травмоопасный, это когда таблетку вы даете без каких-либо приспособлений. То есть, это нужно успеть открыть челюсть, то есть пасть, закинуть таблетку максимально глубоко и убрать оттуда руки, пока они у вас еще целые. Будем немножко жульничать. Мясечка. Мясечка. Вот так хорошо. Хорошо, мы сладкие. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай, глотаем. 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 Глотаем, мы хорошо. Глотаем. Ушки прижали. Ты папу ненавидишь, я знаю. Зато я тебя люблю. Ну, ты молодец. Молодец же. Молодец. На этом все. Собственно говоря, надеюсь, наши советы оказались вам полезными. Немножечко вам опять рассказали об анатомии и физиологии кошки. В следующий раз хотим рассказать вам о строении кошачьего уха, для того, чтобы вы понимали, как ваш питомец слышит. А также научиться правильно чистить ушки. Не всем кошкам это необходимо, но существуют такие моменты, как у нас, например, у Киры. Это отит. Когда уши чистить просто необходимо, и главное это делать грамотно. Ну, до новых встреч.